здравствуйте дорогие ребята сегодня у нас урок история всемирная седьмом классе его проведу я туркунова дельдора талибджану на ребята откройте пожалуйста свои тетради и запишите тему нашего урока тема нашего урока корея мы с вами продолжаем цикл тем по странам юго-восточной азии план урока первый пункт страна утренней свежести второй пункт период трех государств третий государства сила четвертый государства коре и последний пятый государства чё-со ребята прежде чем мы начнем нашу новую тему я бы хотела чтобы мы с вами повторили предыдущие темы по странам юго-восточной азии а повторим мы это с путем исторического диктанта в чем заключается суть исторического диктанта я вам читаю вопросы а вы услышав вопросы должны будете записать себе в тетради ответы ну что ж начнем первый вопрос с приходом к власти какой династии в китае прекратились длительные междоусобные войны вы должны будете записать ответ себя в тетради второй вопрос при каком правителе на севере китае было создано монгольское государство третий вопрос как называлась династия которая основал монах джу юань джан повторю вопрос как называлась династия которую основал монах джу юань джан четвертый вопрос как назывались крупные поместья в японии пятый вопрос военная дружина японских феодалов называлась шестой высшая светская власть в японии находилась в руках и последний вопрос седьмой как назывался период правления императора и сёгуна в японии я надеюсь вы все ответили правильно давайте ребята проверим ответы на наш исторический диктант первый ответ династия сум который правило с девятьсот шестидесятого года по 1279 года второй ответ хобилай третье династия мин четвертое все-эн пятое самураи шестое во время правления сёгуна и последний седьмой ответ период двоевластия ребята вы очень большие молодцы я уверена что вы все ответили правильно на поставленные вопросы а теперь перейдем к изучению нашей темы прежде чем вы начнете изучать мы начнем изучать нашу тему я бы хотелось чтобы вы заполнили таблицу по теме корея данная таблица по методу insert что должны сделать вы таблица где указаны четыре столбца каждый из этих столбцов вы должны будете заполнить после того как послушайте мои рекомендации первый столбец я это знал данную колонку нужно заполнить прежде чем приступим к изучению новой темы то есть корее вторая вторую колонку то есть которая у нас указана это для меня абсолютно новое здесь вы заполните после знакомства с новой темы третью колонку это противоречит тому что я знал то есть по ходу изучения темы когда вы услышите что-то новое и абсолютно противоречащую в вашем представлении я вам советую записать в третью колонку и последняя четвертая колонка я хочу знать об этом больше вы запишите по итогу изучения темы в каждой колонке достаточно будет указать один или два момента которые бы вы хотели зафиксировать то есть в первой колонке вы можете указать либо то что вы знаете про корею это касаемо традиции кухни либо одежды традиционной одежды корейцев страна утренней свежести или же чё сон ребят обратите внимание на карту данная карта мы с вами видим на данной карте именно расположение кореи чё сон в переводе с корейского означает утренняя свежесть чё сон является одним из самых первых государств который возникал на полуострове кори его основателем был легендарный тангун который основал в пьяняни королевство чё сон корейцы период тангуна считают временем именно начала формирования своего народа в свою очередь междуусобицы и войны с китайцами которые были в первом веке до нашей эры привели к разделению чё сона на три королевства это когурё сила и пэкчэ о каждом из этих государств мы с вами поговорим отдельно период трех государств а времени возникновой возникновение государства когурё среди ученых историков нет единого мнения почему потому что в четвертых пятых веках на севере корейского государства из соседнего полуострова ляо дун появилась новое крупное государство и вот именно этот момент очень сильно настораживает историков и они не могут прийти к единому мнению когда же все таки возникло государство когурё войска королевства отличались высокой боеспособностью когурё благодаря своему войску завоевывала соседние территории одни за другим в начале четвертого века когурё вытесняет китайцев со своей территории и постепенно начинает набирать силу в этот период получает широкое развитие различные виды ремесел это в частности выплавка и обработка металлов также стали стала развиваться земледелие и конечно же торговля со временем на месте когурё возникает государство пархе государство пархе в первой половине девятого века достигает своего наивысшего развития устанавливает именно государство пархе дипломатические отношения с японии и в 9 10 веке пархе к сожалению распадается под ударами кочевых племен киданий которые наступили на них с севера следующее государство это государство так ч в южной части вот обратите внимание корейского полуострова в третьих четвертых веках возникает государство так ч в четвертом веке государство так чем превращается в централизованное государство первые буддийские изображения именно в пак ч попадают попали в японию из кореи во времена вот именно возникновения этого государства корейский лекарь и ученые и ремесленники заложили основы социальной и бытовой культуры современной японии ученый из пек ч ван ин был наставником принца наследника трона японии в то же время через правители династии пэк ч в корею приходит письменность и китайские иероглифы также в кореи приходит буддизм государство сила находившиеся на юго-восточной части полуострова вот обратите внимание сила изначально было очень слабым и неразвитым государством в шестьсот восемьдесят восьмом году государство сила заключила договор с династией там который находилась китай объединила корейский полуостров под своей властью благодаря дружественным отношениям с династией там объединение страны сыграло очень большую роль в окончательном формировании феодальных отношений прекращение междоусобных войн установление мира с соседними странами конечно же ускорило рост производительности сил к середине восьмого века государство сила становится одним из самых процветающих и могущественных государств процветало также просвещение именно в это время был основан корейский университет где изучалась классическая китайская литература также именно в этот период был построен буддийский монастырь пуль гук 100 государство корио династия корио которое правило с девятьсот восемнадцатого по тысяча триста девяносто вторые года была основана военачальником ван гоном столицей государство корио был город санак современный город кэсон который находится на севере кореи название корее как утверждают многие источники происходит именно от государства корио ван гон поставил задачу возвратить некогда утраченные территории края королевства когуре которые находились и на северо-востоке китая однако эту цель достигнуть не удалось государство чё сон государство чё сон ребята когда государство корио вытеснила всех китайских захватчиков один из военачальников ли сон ге сместив строна последнего правителя династии корио основал новую династию династию ли данная династия ребята правило с 1392 года по 1910 года в период правления ли сон ге страна вновь стала называться чё сона столица была перенесена из города ке гуёна в город хан сон нынешний это город сеул государстве чё сон в середине 15 века достигла своего расцвета экономика и культура ребята а теперь давайте закрепим нашу тему путем трафарета что же в чем же заключается суть данного закрепления вы видите в данной таблице приведены термины которые мы с вами прошли как на сегодняшнем уроке так и на предыдущих уроках ваша задача заключается в том чтобы вы должны выбрать именно те термины которые относятся к нашей теме молодцы давайте проверим правильно мы должны оставить термины следующие термины к гурио пэкче сила чё сон корио это те термины которым с которыми мы сегодня с вами познакомились на нашем уроке а теперь запишите пожалуйста домашнее задание домашнее задание сегодня будет следующим прочитать параграф 40 и составить три вопроса по теме вы должны будете составить вопросы которые вам близки по духу то есть что вам интересно то я вам предлагаю и составить виде вопросов по сегодняшней теме урок окончен спасибо за внимание а Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня урок литературы в седьмом классе проведу с вами я, Роза Облахатовна. Мы будем сегодня говорить о рассказе сельских жителей Шукшина. Вспомнили? Мы в прошлый раз с вами говорили о творчестве, о жизни знаменитого писателя, режиссера, артиста Василия Шукшина. Нам бы про душу не забыть, нам бы немножко добрее быть. Это было, наверное, его кредо. Шукшин – наша совесть. Главное в поле зрения Шукшина – человек. Его любимые герои – люди простые, но всегда неравнодушные и ищущие. Таким же был и сам писатель. Те, кто близко знал его или был хорошо знаком с его творчеством, как писателя, режиссера и актера, называл его нашей совестью. Он не мог жить со стороны. Как наблюдатель, сердце было его болеющее, ранимое. Он сгорал в каждом созданном им образе. Быть может, поэтому и сгорел он так скоро. Судьба отпустила ему на жизнь всего 45 лет. Как же прожил свою жизнь этот редкостный человек? На прошлом уроке мы с вами об этом говорили. И вспомните, что даже смерть его во время съемок фильма – показатель того, как человек красиво завершил свою жизнь на работе. Мы с вами будем говорить о его сборнике первом, который носил название «Сельские жители». Посмотрите внимательно, пожалуйста, на доску и прочитайте те рассказы, которые были включены в этот сборник. Один из его рассказов тоже носил такое же название «Сельские жители». По этому названию было дано название всему сборнику. «Солнце, старик и девушка», «Чудик», «Обида», «Алеша бесконвойный», «Микроскоп», «Сапожки», «Критики», «Волки», «Срезал», «Экзамен», «Горе», «Мастер», «Крепкий мужик». Ребята, если у вас найдется эта книга, поищите ее, пожалуйста, прочитайте. Вы получите большое удовольствие. Анализ рассказа «Сельские жители» Шукшина. Рассказ «Сельские жители», оставаясь рассказом-анекдотом, тяготеев к новелле. С понятиями анекдот и новелла мы уже с вами познакомились. Неожиданный конец, в котором читатель узнает о том, что сын Маланьи, летчик, герой Советского Союза, наполняет все ее страхи перед полетом ироническим смыслом. В то же время финал рассказа ожидаемый. Он проистекает из отношений сельских жителей к путешествиям. Рассказ повествует о непутешествии, причины которого понятны сельским жителям и смешны читателю. Вот перед вами старая бабка Маланьи, которая получила письмо от сына из Москвы. Проблематика. Основная проблема рассказа традиционна для Шукшина. Это социальная проблема взаимоотношений между городом и селом. Город для деревенских жителей – воплощение мечты, образец для подражания, символ прогресса, которому надо стремиться. Но деревни – это истоки города, как материальные, так и духовные. Именно выходцы из деревни становятся знаменитыми горожанами, героями, гордостью своей страны. Вот перед вами слева изображение города, а здесь – деревни. Сюжет помещается в одном предложении. Бабка Маланьи получает в письме приглашение от живущего в Москве сына погостить у него и собирается лететь к нему с ноком Шуркой на зимних каникулах. Но, узнав от бывалого соседа о тяготах и опасностях путешествия на самолете, откладывает поездку до лучших времен. Все действие рассказа умещается в один день. Утром Маланьи получает письмо, вечером под ее диктовку Шурка составляет телеграмму. В 11 вечера после работы приходит сосед, школьный завхоз, и рассказывает о предстоящем путешествии. После рассказа бабка диктует Шурке письмо для сына о том, что она приедет летом. Ночью бабка и Шурка мечтают о будущем путешествии. Главное в рассказе не сюжет. Рассказ сельских жителей – повествование о не случившемся. Читатель подозревает, что бабка так и не найдет в себе сил и смелости полететь к сыну в Москву, о которой мечтает и она, и внук. В отсутствии действия основная мысль рассказа вынесена в заглавие. Инерция не позволяет сельским жителям вырваться из привычной среды, как бабки. Но если они вырвались, они достигают многого. Как сын Маланьи, ведь он летчик и, очевидно, Шурка в будущем. Герои рассказа. Бабка Маланья – простая сельская женщина. Только в конце рассказа, на последней странице, читатель узнает, что сын Маланьи – герой Советского Союза. Об этом упоминают в письме Шурка. А потом и бабка выводит на конверте не только имя адресата, но и звание, считая, что так письмо лучше дойдет. По словам Шурки, бабка сына ужасно любит и гордится им. Путешествие для бабки трудное, малопонятное дело. Она не понимает, как ехать разными видами транспорта. И с большим количеством пересадок. Она боится лететь на самолете. Особенно после того, как сосед рассказал, что самолет может загореться. Но Шурка-то знает, что его бабка не робкого десятка. Иначе откуда бы у ее сына были качества, необходимые для летчика? Удивляется, что она испугалась именно самолета. Но ты тоже, бабанька, где там смелая, а тут испугалась чего-то? У бабки и внука одна внешность на двоих. Сухощавые, скуластенькие, с маленькими умными глазами. Шурка по характеру не похож на бабку. Он такой же любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый. Шурка сын дочери бабки Маланьи, временно живущий у бабушки из-за того, что его мать устраивает личную жизнь. Он действительно много знает. Он не только умеет писать телеграмму, но и знает, сколько она будет стоить. Шурка знает, что если загорелся мотор, то пламя нужно сшибать скоростью. Догадывается, что дядя Егор видел не горящий мотор, а пламя из выхлопной трубы. Шурка знает, что в Кремль нынче всех пускают. Читатель понимает, кто источник знаний Шурки. Да-да, ему рассказывал о Кремле Николай Васильевич, очевидно, его учитель. Единственное, чего не знает Шурка, парашютов в самолете действительно не дают. Скромность Шурки не дает ему прямо возражать бабке. Но он своевольно пишет дяде в письме от себя, чтобы он пристыдил бабоньку. Написал, что летать не страшно, она вмиг полетит. Егор Лизунов. Сосед бабки Маланьи, школьный завхоз, авторитет в путешествиях. Он много ездил и летал. Шукшин обращает внимание на такие детали, как заскорозлые ладони, сидеющие и потные от тяжелого труда волосы. Другая характерная деталь портрета героя – это запах. Егор пахнет сброей и сеном. Для сельского жителя такой запах – это запах дороги. Стилистические особенности рассказа. Для характеристики героев важны их речевые особенности. Речь бабки наполнена просторечиями. Знамо дело, шибко уж страшно, штаны наложил. Шурка, как воплощение будущего, обладает нужными знаниями. Речь его грамотна. Крошечное наречие еще в его письме показывает, что его мечта – перестать бы сельским жителям, уехать, как дядя в Москву. Мы же все-таки сельские жители еще, напишет он в конце. Смысл названия одновременно и ироничен, и наполнен горечью. Герой Советского Союза – это выходец из тех самых сельских жителей, о которых Шурка в письме говорит, что они не могут оторваться от своего села, потому что тут огород пойдет, свинота разная, куры, гуси. Собирательный неологизм свинота для Шурка – символ всего сельского быта, мешающего увидеть общую с бабкой мечту – Москву, которую Шурка проходит в школе по географии и истории. А теперь посмотрите отрывок из этого фильма, и вы помните, что сам автор был и сценаристом, и режиссером, и постановщиком этого фильма. Вот, Павел зовет в гости. Ну, поезжай, раз зовет. У тебя когда каникулы-то? Ну, с 1 января. А что? А что? Да пили, знай, пили. Тетя Аня, иди сюда! Че собрались-то? Баба Малань-то в Москву собралась. Да ладно тебе. Ой, ты, вот. Ой. Че случилось-то? От Павла письмо получила. Малань, ну поезжай-то, ну чего? Пока зовут, езжай. Пожалуй, поеду. Вот правильно тетя Аня говорит. Готов? Пиши. Дорогой сынок Паша, если ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу. Привет. А хотя... Кто ж так телеграмму-то пишет? На старости лет мне... А как, по-твоему, надо? Приедем после Нового Гоя. Подпись, мама. Все. Ой. Ведь в шестой класс ходишь, Шурка. А понятия-то никакого. Пожалуйста. Вы так знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать. Ну ладно. Пиши так. Дорогой сынок. Я тут посоветовала с кое с кем. Не могу я так. Кому это будет интересно, что ты тут посоветовалась с кое с кем? Нас на посте, нас поднимут. Да пиши, как я тебе говорю. Да я что, двадцать рублей для сына пожалею? Пиши. Сынок. Тут я поговорила с соседями, и все они мне советуют ехать. Ну, конечно, мне в твоем возрасте боязно маленько. На почте все равно переделают. Ой, пусть только попробуют. Ты знать не будешь. Ну, пиши дальше. Хоть и боязно маленько. Ну да ладно. Приедем после Нового Года. С Шуркой. Он уж большой стал. Мне с ним не так боязно будет. Ну, все. Пока, до свидания, сынок. Мама. Посчитай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девять, шестьдесят. Так? Нужен шестьдесят на тридцать. Имеем тысячу восемьсот. Так? Делим на сто. Имеем восемнадцать. На двадцать с чем-то рублей. Как и говорил. Ну-ка, дай сюда. Сама на почту пойду. А то ты тут насчитаешь громотей. Пожалуйста. То же самое будет. Ну, какие-нибудь копейки аж. Домашнее задание. Выпишите из рассказа характеристики образов Шурки и бабки Малани. На этом урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Этоfi, которая приведет к Д chickens. Субтитров. Субтитров. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...